Цена Победы. Неюбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чём не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются эховец Виталий Дымарский и взглядовец Дмитрий Захаров. Цена Победы. Здравствуйте, в эфире передача «Цена Победы», и сегодня веду её я, Дмитрий Захаров, Виталий Дымарский отсутствует, а в гостях у меня историк Михаил Мельцюхов. Здравствуйте. Добрый вечер. Тема нашего сегодняшнего разговора – это Керченская операция. Мы плавно перебрались в 1942 год. В одной из предыдущих программ я рассказывал о том, какая эйфория царила в Москве после контрнаступления под Москвой. В последней предновогодней программе с Алексеем Исаевым мы рассматривали малоизвестные сражения весны 1942 года, которые как-то обходятся стороной и не заслужили почему-то особого внимания. Ну а сейчас переходим к основным, я бы сказал, таким знаковым сражениям начала лета, конца весны 1942 года, которые привели, в общем, к тем событиям, которые последовали в виде Сталинградской битвы и, как бы, Харьковской операции. Прежде чем мы начнем с Михаилом говорить, я зачитаю вопросы, которые пришли нам по интернету. Серов Денис Георгиевич, инженер физик по специальности ядерная физика. Он спрашивает, что явилось решающим фактором в Керченском сражении. Оперативный талант лучшего полководца Рейха фон Манштейна, тактические ошибки советского командования или невозможность управления в реальном времени, сформированной разно-национальными советскими дивизиями. Ну, я думаю, Михаил, мы ответим на это в ходе разговора. Он же спрашивает, как случилось, что в Керченской операции со стороны СССР было использовано большое количество разноязыких, плохо управляемых солдат и командиров. Ну, как бы это тоже в процессе разговора. Что еще из множества вопросов, которые пришли по интернету? Георгий Катиашвили пишет. Мой дед Георгий Катиашвили погиб в феврале 1942-го во время проведения Керченской феодосийской операции. Был в составе грузинской дивизии под командованием генерала Леселидзе. Имеются две справки из военкомата города Тбилиси. В одной говорится о пропаже без вести, а во второй о гибели. Какая же верна? И еще подскажите, где установлен памятник обелиска в памяти погибшей в буквальном смысле утопленной дивизии. Как вы думаете, Михаил, какая из справок верна? К сожалению, насколько мы можем понять из этого вопроса, в данном случае речь идет об уточнении этой проблемы со стороны, так сказать, командования Советско-Праведных Сил. Понятно, что поначалу семья наверняка получила справку о пропаже без вести, а потом просто с течением времени все это было изменено на категорию погиб. — Ну да. Ну, в советское время, особенно во время войны, справка пропала без вести, не сулила ничего хорошего. — А это как повезет? — Нет. Ну, как бы... Ведь допускалось сразу же, что он оказался на стороне врага. Если падит, то падит. — Но, с другой стороны, это допускало и то, что человек мог жить. — Да, семья давала надежду. — Да, конечно, конечно. Поэтому тут однозначно, думаю, сложно трактовать. А что касается памятника, то наверняка, насколько я знаю, в Керчи есть же общий обелиск, связанный с боями вокруг города, и это в каком-то смысле является памятником всем, кто там погиб. — Да. Но, вероятнее всего, он все-таки погиб, раз они выписали вторую справку. — Да, конечно. — Дмитрий из Санкт-Петербурга спрашивает, а была ли вообще необходимость в Керченской операции? Правильно ли я понимаю, что стратегическая мысль советского военного руководства еще не доросла до уровня 43-го? Сначала измотать противника в оборонительных боях. Вот. Ну что, Михаил, перейдем непосредственно к теме нашего сегодняшнего разговора. Как есть пошла Керченская операция? Собственно говоря, насколько я знаю, начало Керченской операции — это декабрь 41-го года, когда начались вот эти вот наши наступления и контрнаступления, и, соответственно, было принято решение о высадке десанта в Керчи с целью освобождения полуострова и как бы создания там плацдарма. Высадка началась, насколько я знаю, 25-го декабря и продолжалась почти до конца февраля. Нет, там ситуация была очень запутанная в том плане, что, во-первых, основная задача этой операции была отвлечение немецких войск от штурма Севастополя. Ну да, Манштейна. Да, это как раз тот же самый Манштейн, который пока занимается попытками, так сказать, взятия Севастопольской крепости. И понятно, что вот на волне как раз общего контрнаступления советских войск делается попытка, тем более, что действительно немецких войск на Керченском полуострове было, мягко скажем, не очень много, была вот принята эта идея высадить там войска. И, как мы с вами помним, несмотря на, прямо скажем, не очень удачную погоду, а это и зимняя шторма, и ледоставы и так далее, и так далее, советские войска смогли высадиться. В основном это либо районы севернее Керчи, либо, соответственно, район Феодосии, где удалось буквально, так сказать, выгружать войска в порту. Ну да, по порту было выпущено, по-моему, порядка двух тысяч нарядов с кораблей. Там стояла, по-моему, одна немецкая 105-мм батарея, которая отчаянно огрызалась и умудрилась повредить наши корабли. Но выстка производилась непосредственно в порту. Ну, во всяком случае, это было гораздо более организовано, чем вот на том северном побережье, да, где действительно никакого, так сказать, ничего оборудования не было. Просто с лодок, так сказать, буквально в эту холодную воду выгружались солдаты, так сказать, и они сразу же должны были вступать в бой. Но, с другой стороны, выстка вот в Феодосии как раз создала для немцев угрозу окружения. И командующий корпусом принял решение вывезти свои войска из Керченского полуострова, и, соответственно, вот это решение, кстати, не позволило нашим войскам окружить там немцев, как это первоначально предполагалось. Но самого, кстати, командира корпуса за это сняли. Немецкое командование не одобрило подобную самодеятельность. То есть лучше было попасть в окружение? А, это, видимо, уже задним числом никого не интересовало, чтобы было лучше. Но сам по себе факт отхода, без приказа, естественно, да, при том, когда в условиях, когда, как мы с вами помним, германское командование требовало держаться во что бы то ни стало. Ну да. На всяком случае, под Москвой. Ну, после контрнаступления. Да, 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 конечно, естественно. Вот это всё привело, так сказать, лично вот этого командира к, мягко скажем, не очень удачной, так сказать, карьере. Но, тем не менее, благодаря вот этому его самовольному отходу немцам удалось создать фронт перед Феодосией и, соответственно, блокировать советские войска на Керченском полуострове. А вот дальше уже начинается не Керченская операция как таковая, а попытки советских войск с Керченского полуострова прорваться вглубь Крыма. В спину Манштейнова. Да, в каком-то смысле да. Ведь пока задача стоит, вот если брать январь и февраль, задача ставится ставкой освободить весь Крымский полуостров. И вот тут начинаются высадки различных десантов и в Судаке, и в Евпаторе, и, к сожалению, все эти десанты окончились в поражении. Без поддержки, естественно, так сказать, новых свежих сил, да, так сказать, без связи с большой землей, всё это, конечно, было, к сожалению, дорогой в одну сторону. И вот только потом уже, в феврале месяце, вот этот вновь созданный Крымский фронт начинает пытаться пробиться вот через вот эту оборону, созданную немцами около Феодосии. Которую, кстати, немцы вернули уже в январе 1942 года, немцы контратаковали, и 18 января Феодосия была вновь оккупирована противником, и войска, соответственно, лишились ближайшего к линии фронта порта, через который можно было бы получать, так сказать, подкрепление, снабжение и так далее, и так далее. При этом надо сказать, что группировку-то высадили на Керченский полуостров весьма существенную, больше 100 тысяч человек. Ну, не, высадили всё-таки, простите, это всё имеется в виду, она увеличилась. Увеличилась, да. Да, конечно, конечно. Насколько можно было окутабалдеваться? Ну, понятно. Задача состоится серьёзная, да, нужно же весь Крым получить обратно, и поэтому, конечно, здесь... То есть, как мне приходилось читать, плотность войск там была очень высокая на тот период. Каким же образом и какими силами немцы вернули Феодосию? Ну, прежде чем они вернули Феодосию, они как раз вернули одной дивизии. Вернули одной дивизии. Да, очень удачная ситуация. Как раз когда советские, так сказать, войска уже прекратили продвижение вперёд, но опять же ещё, так сказать, не создали более или менее развитую оборону, немецкая команда не успела нанести контрударь, сняв войска из-под Севастополя. И поскольку до Феодосии было буквально несколько десяток километров от линии фронта, то, собственно говоря, любой прорыв сразу же, так сказать, выводил немцев именно туда, куда они хотели. Причём ведь на Керченский полуостров наши успели завести довольно значительное количество танков, а в это время у немецкого командования танков на Керченском полуострове не было. Да, чуть позже прибыла 22-я танковая дивизия, которая, кстати, как это ни парадоксально, была совершенно необстрелянным, так сказать, соединением, и там у неё было первое, что называется, боевое крещение. И, кстати, сказать с точки зрения Манштейна было не очень удачно. Танкисты не смогли показать, так сказать, себя, и только потом уже, так сказать, после подготовки, так сказать, в столовой зоне, вот они сыграют немалую роль в той, так сказать, трагедии советских войск, которая развернётся уже в мае месяце. А пока в феврале, марте и апреле советские войска трижды пытаются прорваться вглубь Крыма, и, к сожалению, трижды им это не удаётся. Причём постоянно ставка снижается как бы задача. Если сначала речь идёт об освобождении всего Крыма, то потом хотя бы просто продвижение в центральные районы, а потом хотя бы просто, так сказать, улучшение своих позиций. Ну да. И при этом силы, противостоящие этой группировке нашей статысячной, у немцев не весьма так, чтобы были очень велики. Ну, вы знаете, всё, как говорится, познаётся сравнение. Во-первых, у нас, как вы, наверное, знаете, очень сложное отношение к оценке немецких войск. К сожалению, сами немцы не стараются не вдаваться в такие подробности, и в немецкой литературе даются в лучшем случае общая численность 11-й армии в Крыму. Но мы прекрасно понимаем, что далеко не вся 11-я армия была на этом перешейке Акманайском. И поэтому, к сожалению, зачастую получается так, что по советским войскам мы имеем какие-то более или менее конкретные цифры, а по немецким они оценочные. И вот здесь, как вы понимаете, можно гнуть ситуацию в любую сторону при желании. Да, в каком-то смысле, конечно, понятное дело, что вермахт вообще, так сказать, не имел того превосходства, которому мы, к сожалению, привыкли за послевоенные годы по рассказам разных авторов. Но, с другой стороны, нравится это нам или нет, заняв удачную линию обороны, немцы создали там вполне, так сказать, серьезную, вот эту самую оборону, которая просто-напросто держалась. И все, а больше ничего не надо здесь было, пока, во всяком случае. Ну да, главное не дать выйти в туалет. Да, конечно, и все. Главное удержать русских там, где они пока, так сказать, держат, сидят, ну и, ну, а там будет видно. Ну да. То есть начиналось все, на самом деле, очень неплохо и, что называется, заздравие. Высадились, захватили, закрепились, немцы отошли, и вроде бы, вот как бы можно уже двигаться и вглубь Крыма. Вот с чем же были связаны неудачи, которые постигли наши войска во время попыток нанести удар по частям 11-й немецкой армии, которая блокировала выход с Керченского полуострова? Ну, вы прям сразу хотите причины. Так неинтересно. Ну. Во-первых, давайте мы все-таки вспомним, что весной 42-го года, да, это примерно апрель месяц, обе стороны вынуждены были принимать решения на ближайший период. Ну да. Собственно, зимние сражения закончились, всем было понятно, что есть некий период, так сказать, паузы, да, которую и та, и другая страна будут использовать для наращивания своих усилий, и каждое командование решает, что оно будет делать в следующем году. Как, наверное, многие помнят, германское командование решило сделать в 42-м году главную операцию наступления на юг, на Кавказ, с тем, чтобы отсечь в Советский Союз от источников нефти и, тем самым, попытаться в очередной раз, так сказать, переломить ситуацию на Восточном фронте. Ну, собственно, не только отсечь, а самим попользоваться. Нет, конечно, естественно. Ну, это двухсторонний процесс, да, если вы отсекаете противника от чего-то, то, естественно, можете пользоваться сами. С другой стороны, в Москве решается та же самая проблема. Что, собственно, мы будем делать. Хотим делать. Да, и хотим. И можем, кстати. Да, ну, запланировали весной же больше десяти всяких разных наступлений, о чем мы говорили в прошлый раз. Да, и в данном случае, видимо, они последнюю роль сыграли вот те самые успехи советских войск в зимней кампании 41-42-го года. Ну, да, некая эйфория. Да, в каком-то смысле, конечно, естественно. Да, да, незаконченные операции, но есть же возможность их закончить, как говорится. Причем, насколько мы можем судить, к сожалению, далеко не все материалы того периода рассекречены, особенно вот уровня, так сказать, ставки там и так далее. Во всяком случае, то, что известно, показывает, что какого-то однозначного согласия в Москве не было. Разные командиры разных уровней, скажем так, предлагали разные варианты. Вот, но, в принципе, через все эти варианты проходит идея безусловной активности советских войск. Ну, конечно. И поэтому вот вопрос, который нам задают слушатели относительно того, так сказать, обороны или наступления, это вопрос, в общем-то, не к нам. Это вопрос к тем командирам, да, которые... Которые принимали решение. Да, и принимали решение, конечно. Как или иначе, считалось, что мы не можем просто сидеть в обороне. Нет, ну, Сталин же, министру иностранных дел Великобритании зимой 1942-го сказал, что, вероятнее всего, война закончится к концу 1942-го года. То есть, а когда выступал министр, ну, тогда нарком обороны, и как бы его выступление было опубликовано, естественно, во всей центральной печати, то там вообще было обещано закидать немцев быстренько шапками, и деморализованные и шаблонно действующие немцы, естественно, должны к концу 1942-го года пасть. Ну, это, естественно, пропаганда военная велась со всех сторон, кто же спорит с этим. Но, во всяком случае, задача действительно на 1942-й ставилась выйти на западные границы Советского Союза. То есть, фактически освободить страну от оккупации. Насчет дальше, пока никто, естественно, не заглядывал, да, хотя обещать, конечно, можно было кому угодно и что угодно. Ну, да, помыть сапоги в Ла-Маншо. Ну, это вряд ли бы стали обещать, это слишком могло, так сказать, вызвать нездоровое настроение в Лондоне, там, и так далее, и так далее. Ну, во всяком случае, вот эти вот такие тактические наступления, на чём, собственно говоря, и сошлось советское командование. Да, действительно, было решено, что всё-таки такое глобальное наступление делать пока не надо, надо всё-таки поднакопить резервы. Но пока можно заняться целым рядом таких вот локальных наступательных операций. Это у нас и попытка очередного снятия блокады Ленинграда, это и попытка ликвидации котла около Демянская, это и попытка дальнейшего, так сказать, окружения района Вязьмы, и, соответственно, всем известное будущее наступление на Харьков. И вот, в данном случае, Крымский фронт тоже должен был продолжить, опять же, наступление с целью освобождения Крыма. И понятно, что вот в этой ситуации подготовка к обороне на Керченском полуострове, мягко, скажем, не велась. Ну да. И, как это ни парадоксально, вот разные уровни, так сказать, советского командования работают так, как вот положено, но не совсем. Ну да. То есть, это всё имеет отношение к тем реалиям, которые происходят на фронте. То есть, с одной стороны, как мы теперь знаем, германская команда, в частности, тот самый Эрих фон Манштейн, командующий 11-й германской армией в Крыму, со своей стороны готовит наступление, которое, кстати, германскому командованию тоже позарез нужно, потому что им нужно особо боить в любом случае войска в Крыму. А для этого нужно убрать русских с Керчи и, соответственно, потом с Севастополя. Ну да. Причём у Манштейна в это время, насколько я знаю, не было вообще ни одной танковой дивизии. Была 22-я. Манштейн только что говорил. Нет, 22-я у него появилась позже. На момент наступления на Севастополь у него отобрали не только танковую дивизию, но даже механизированную дивизию Лейп Штандарт. Там было несколько наступлений на Севастополь. Да. И были ещё осенние, 41-е наступления. Да, я имею в виду, вот как бы... Когда у него вообще ничего не было. Да, когда вообще ничего не было. Да, да, не было. А зачем? Зачем ему, кстати, танки под Севастополем, интересно? Ну... Классический вариант взятия крепости танков, там просто делать нечего, на самом деле. То есть исключительно с помощью артиллерии? Да. В общем-то, да. И обычных этих вот, так сказать, пехотных атак, как это и было, собственно говоря. Да, ну вот, к моменту, когда развивалась ситуация, появилась 22-я, которую вы упомянули. Я на секунду прерву наш рассказ, чтобы напомнить. Телефоны в студии 783-9025 для москвичей, 783-9026 не для москвичей. И смс-ки можно отправлять по телефону. Плюс 7-985-970-45-45. И теперь, соответственно, непосредственно к ситуации на Кершинском полуострове. Действительно, вот в этом узком месте Акманайского перешейка, где, собственно, и были сконцентрированы все основные силы Крымского фронта, было развернуто северо-на-юг три советские армии. И перед Манштейном, как это ни парадоксально, стоит та же самая задача, что и по Севастополю. Ему нужно проломить фронт на очень узком участке, потому что с севера и с юга там море. Деваться некуда. Да, морскими силами он не располагает. Да даже если бы располагалось? Нет, но можно было бы воздействовать на войска противника с моря, что, собственно, было предпринято в начале всей российской операции. Но у румынов было, по-моему, порядка трех эсминцев, несколько канонерок, а одна подводная лодка. Поэтому соваться им туда было не с руки. Да, они так далеко не плавали. Да. На всякий случай. Да, 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 точно, точно. И здесь Манштейн, в общем-то, использует то, что германское командование в преддверии вот этого наступления на южной фланге смогло сконцентрировать в Крыму значительные силы 4-го воздушного флота. То есть, фактически, немцы уже получили явное превосходство в воздухе. Кроме того, сама конфигурация линии фронта, она была не прямая северная юка, а, так сказать, изогнутая буквой С такой своеобразной. Ее тоже было решено использовать и наносить удар на самом южном фланге вдоль побережья Черного моря, с тем, чтобы прорвать оборону русских, соответственно, выйти в тыл и отсечь всю северную группировку войск Крымского фронта. И, к сожалению, советское командование, получившее, в конце концов, кстати, от разведки данные о том, что немцы готовят наступление, получило их, во-первых, поздно, и, во-вторых, только 6 мая 42-го года Ставка разрешила Крымскому фронту перейти к обороне, но не исключило при этом различных тактических, так сказать, наступательных операций. Дело в том, что перед буквально фронтом советских войск, то есть позади, прям сразу позади немецкого фронта, находилось несколько возвышенностей, которые имели, в данном случае, господствующее значение. И с них, как пишет Манштейн, его офицеры прекрасно просматривали буквально в глубину позицию той самой 44-й армии, на которую немцы и нацелили главный удар. И, в принципе, конечно, решение советского командования занять вот эти высоты было вполне верно. Верно, да, и логично. Но в данном случае это было уже поздно. Поезд, что называется, ушел. К тому же здесь сказалась и, мягко скажем, нерасторопность командования фронта, поскольку, получив вот это распоряжение Ставки, командование по привычке продолжало обсуждение возможностей, так сказать, нового. Теперь уже локального, микро-локального, я бы сказал, наступления, вместо того, чтобы, так сказать, озаботиться хоть какой-то, так сказать, обороной, потому что, к сожалению, насколько мы можем судить, даже не имелось линии сплошных траншей. Ну да. Что само по себе тоже создавало целый ряд проблем. И, конечно, вот эта вот скучность войск, буквально, так сказать, все части, в том числе и артиллерия, находилась буквально, так сказать, в боевых порядках, да, от сил, так сказать, 10-12 километров от линии фронта. То есть, фактически, вся эта масса людей была в зоне деятельности немецкого артиллерийского огня. Я же не говорю об авиационном воздействии, что было вполне... Ну да, и тем более при такой концентрации войск эффективность... Да, к сожалению, куда они стреляют, да, так или иначе попадешь, куда бы то ни было. Причем, к сожалению, эта ситуация сохранялась уже несколько месяцев, на самом деле. Ну да, прессинг шел такой. Да, и можно вообще-то представить, какое было настроение среди бойцов, если из месяца в месяц они, так сказать, бессмысленно штурмуют позиции противника, и, главное, без всякого успеха. Во всяком случае, как сейчас признают наши исследователи, за вот этот период с декабря по апрель, с декабря 41-го по апрель 42-го года войска Крымского фронта потеряли где-то около 320 тысяч человек. Это и убитыми, и ранеными, и пропавшими без близости. Понятное дело, что это все, конечно, тоже скажется вот в этих вот майских боях. Ну да. Да, да. Соответственно, что касается соотношения сил сторон, наверное, надо всему что-то сказать об этом, да, поскольку будет иначе непонятно. Ну да, естественно. Во всяком случае, на сегодняшний день считается, что в войсках Советского Крымского фронта насчитывалось около 296 тысяч человек при 4600 орудиях и минометах, 213 танках и 406 самолетах. Соответственно, противостоящие войска противника, к сожалению, оцениваются приблизительно. Но считается, что всего в 11-й армии немецкой было более 173 тысяч человек, но непосредственно против Крымского фронта было, видимо, развернуто где-то около 150 тысяч. Если по-немецки мы еще какие-то материалы имеем, то с румынами вообще ничего не понятно. Есть румынские части, но, так сказать, что у них там с численностью, это вообще темная листья, к сожалению. Ну да, и насколько активно они были задействованы. А, нет, ну вот тут это другой вопрос. С одних, собственно, никакой активности особой не требовалось. Они должны были создавать массовку там, где румынцы не собирались наносить какие-то серьезные удары. Во всяком случае, Манштейн располагал, видимо, почти двумя с половинами тысячами орудий и минометов, 180 танков и где-то порядка 700 самолетов. Но с самолетами Манштейна был, что называется, так сказать, очень жесткий график. К 17 мая большая часть авиации должна была улететь под Харьков. Поэтому Манштейн торопился еще и с этим. Он прекрасно понимал, что еще раз заполучить сток авиации ему вряд ли удастся. И, соответственно, где-то в районе 5 часов 30 минут утра 8 мая немцы начинают операцию, которую они назвали охотно на дрофу. Или на дров. Ну, или на дров, как хотите, что вам больше нравится. Ну, да. Во всяком случае, вот эта массированная артиллерийско-авиационная атака позволила немцам, прежде всего, нанести очень большой урон советским штабам и пунктам управления. И, как потом оказалось, это как раз было гораздо более важно, чем непосредственно воздействие по войскам вот этой 44-й армии многострадали. То есть, они очень тщательно или разведку, развертывали командных наблюдательных пунктов и обладали полнотой информации. Да, к тому же, я думаю, многие знают, что вообще-то Крым это, в принципе, такая равнинная местность, да, без каких-то, так сказать, лесистых и других, так сказать, укрытий. Да, и поэтому, конечно, здесь более или менее, так сказать, разведать. Да, всё видно, что называется, конечно. И немцы, безусловно, этим воспользовались. Но, между тем, советские войска отразили первую атаку противника. Немцам пришлось по второму разу устраивать артподготовку, и только после этого они, так сказать, стали постепенно продвигаться в глубину советской обороны. И здесь, видимо, немалую роль, такую чисто психологическую, сыграло то, что немцам удалось высадить буквально небольшой, примерно в районе батальона, десантик в тылу вот этой самой 44-й дивизии. Ну да, наученный горьким опытом. Да, к сожалению, здесь, видимо, сыграло свою роль просто появление противника в тылу, при том, что дивизия, в данном случае, 63-я горно-стрелковая дивизия, подвергшаяся, конечно, очень массированному артиллерийскому воздействию, безусловно, тут был момент определённой паники. И, во всяком случае, уже в течение первого дня наступления немцам удалось прорваться на 8 километров вглубь советской обороны, то есть фактически оборона 44-й армии была прорвана. Но пока советское командование ещё могло попытаться локализовать этот прорыв, используя резервы, что, собственно, оно и пыталось сделать. И вот здесь мы, к сожалению, сталкиваемся с очень нередким в то время ситуацией, когда один, так сказать, штаб принимает одно решение, вышестоящий штаб отменяет это решение, начинается уточнение, что надо делать, время уходит, и, к сожалению, вместо какого-то осмысленного контрудара, который ещё был, так сказать, возможен в эти первые дни, не происходит ничего. Со своей стороны немцы здесь ничего не ждут, в прорыв вводится вот та самая 22-я танковая дивизия, которая получает возможность продвигаться вглубь, причём перед ней оказалась одна наша кавалерийская дивизия, которая вынуждена была, ну, естественно, в спешных порядках, пытаться создать хоть какой-то фронт оборонки. Кстати, насколько мы можем судить, кавалеристы свою задачу выполнили. Они не побежали, они, честно сказать, легли, грубо говоря, под эти немецкие танки, хоть как-то их, так сказать, там немножко задержали, но, к сожалению, на общем фоне это не сыграло никакой роли, потому что никаких других резервов здесь нет. Ну да, и кавалерия против танков, это, в общем, ну, почти нонсом. Ну, что делать? К сожалению, ничего там больше не было. С другой стороны, как это ни странно, к концу 9 мая определённые сюрпризы подбросила погода. Начался проливной дождь, который продолжался практически до утра 10 мая, и обе стороны, кстати, отмечают то, что техника села сразу. Причём, так сказать, и у немцев, и у наших. И даже, так сказать, в своих мемуарах Маншен вспоминает о том, что они все очень здорово переживали, потому что если вдруг дожди затянутся, то 22-я дивизия танковая просто остановится, потому что не поедет, что называется. Но, к сожалению, дождь всё-таки прекратился, и во второй половине дня 10 мая танки противника продолжали наступление и фактически прорвались в центральные районы Керченского полуострова. С другой стороны, обойдя с юга основную группировку Крымского фронта, немцы, естественно, стали разворачивать войска на север. И хотя к этому моменту, 10 мая, уже было получено разрешение ставки на вывод войск, ставилась задача выйти на так называемый Турецкий вал, который находится чуть больше в 30 километрах от Керчи, и там попытаться воссоздать оборону, чтобы удержать всё-таки плацдарм на полуострове. Однако, командующий фронтом не смог связаться с командующими армиями, которые, естественно, этого приказа не получили. Вернее, они его, конечно, получили, но сутки спустя практически. И ситуация уже к этому времени изменилась. В итоге немцам удалось обойти с юга основные силы 47-й и 51-й советских армий, прижать их к северному побережью Керченского полуострова в районе Акманае. Единственное, так сказать, там вдоль побережья оставался такой примерно километровый коридор, по которому советские войска пытались, естественно, вырваться из этого мешка. А немцы, в свою очередь, как прекрасно мы догадываемся, стреляли во всё, что, так сказать, двигало, сползло там и так далее. Тем более коридор в километре. Да, это фактически была мясорубка, конечно, естественно. А основные силы вот этих подвижных немецких частей, в данном случае, это и 22-я танковая дивизия, о чём мы говорили, и, кстати, 8-я кавалерийская румынская дивизия, и такой сборная бригада, механизированная из немецко-румынских, так сказать, различных подвижных частей, всё это, естественно, ехало туда, к Керчи. Ну да. Перед которой, фактически, советских войск каких-то более-менее серьёзных нет. Отдельные отряды, которые наспех, так сказать, бросаются на, кстати, совершенно не оборудованные никак позиции, даже, грубо говоря, окоп нет просто никаких. Естественно, всё это, к сожалению, не могло остановить противника, и уже, так сказать, 13-14 мая немцы перевалили за турецкий вал, фактически бои идут уже в пригородах Керчи. Ну да. Понятно, что выполняя распоряжение Ставки главком северо-кавказского направления Будённой организует эвакуацию, но, как это часто бывает, эвакуируется только то, что вот здесь, более-менее рядом. Те войска, которые пытаются всё ещё вырваться из этого мешка около Ахмана, они, естественно, никуда, как мы догадываемся, к сожалению, не успевают. 15 мая немцы занимают Керчь и, фактически, в последующие пять дней продвигаются северо-восточные города, вытесняя последних советских частей в сторону населённого пункта Яникале, с которого, собственно говоря, и отплывают последние советские части. Те, кто не успел, не смог вырваться с полуострова, как многие, наверное, знают, оказались в так называемых Ажимушхайских каменоломнях, и там примерно где-то оказалось порядка 15-17 тысяч человек. Причём частично, в основном это были войска, но были и местные жители, в основном из Керчьи и близлежащих населённых пунктов. И, фактически, до конца сентября, начала октября, вот эти вот части в этих пещерах пытаются вести какие-то военные действия. Как, наверное, тоже многие знают, немцы, в конце концов, решили потравить, так сказать, тех, кто в пещерах был, различными, так сказать, потравляющими веществами, типа, например, обычного дыма, который тоже не способствует здоровью. И, конечно, как мы можем с вами догадываться, подавляющее большинство этих советских солдат и граждан там просто-напросто погибло. И, собственно, вот эта вот Керченская катастрофа обернулась, насколько мы можем сейчас судить, потерей порядка 176 тысяч человек. Немцы заявляли, что они... Это вот после 8 мая? Это, да, вот непосредственно 8 мая-20 мая 42-го года. По немецким данным, в плену оказалось почти 170 тысяч человек. Ну, понятно, что тут возможны, так сказать, различные преувеличения, но, видимо, не настолько уж. Они были, к сожалению, большие. Понятно, что были потеряны в основном почти все танки, практически вся артиллерия и те самолеты, которые находились непосредственно на Керченском полуострове. Причем, как это ни парадоксально, советское командование не успело среагировать вот этими авиационными своими частями. Вообще, оказалось так, что к началу немецкого наступления значительная часть авиационной группировки Крымского фронта была привлечена для нанесения ударов по немецким войскам, находящимся в районе Мелитополя. И просто-напросто отсутствовало в районе военных действий. И вот это вот господство немцев в воздухе, о котором я говорил, оно было буквально подавляющим. Просто у наших войск не было вообще ничего в воздухе, по большому счету. Отдельные, так сказать, самолеты, которые пролетали, как вы понимаете, погоды, к сожалению, не делают. И вот эта вот отработанная, прямо скажем, метода немцев, так сказать, взаимодействие сухопутных и воздушных частей, собственно говоря, и обеспечила им вот эту вот очередную победу. Да. Собственно говоря, если говорить о взаимодействии Люфтваффе и наземных частей, то в пехотных частях вермахта, вплоть до батальонного уровня, всегда находились представители Люфтваффе, которые с помощью радиостанций связывались со своими частями и могли вызвать авиационную поддержку для нанесения ударов, что называется, в реальном времени. Собственно говоря, вот подводя некие итоги Керченской операции, вы сказали, что 320 тысяч человек было потеряно ранеными, убитыми, пропавшими без вести, это до 8 мая. До 8 мая. После 8 мая, как... Еще 176. Еще 176. Еще 176 по немецким источникам. Нет, 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 это вот это то же самое. Просто мы даем общие потери вообще, а немцы, естественно, считают только пленных, как вы понимаете. Погибших русских никто не считал. Погибших они не считают. Да, естественно, за что нам это надо? То есть это те же самые люди, только посчитанные с разных сторон. Ну да. Вот, в общей сложности получается где-то полмиллиона человек, если считать пленных. То есть общая цифра потерь. Ну... Сейчас мы с вами посчитаем. Давайте. Да, 496. 496 практически полмиллиона. За полгода. Да. Даже меньше, чем... На гробовном участке фронта. Да. Где все начиналось, в общем-то, достаточно неплохо. На какие грабли наступили мы в очередной раз? Вот, если рассматривать керченскую ситуацию. Да, грабли много. Ну, как бы, если подытоживать это. Кстати, вот Евгений Пашковский, студент из Москвы, спрашивает, какова роль Мехлиса в провале Керченской операции. Да, Мехлис у нас здесь, конечно, уже притча выявится, что называется. Да, это действительно, пожалуй, самый громкий его провал, когда представитель ставки Верховного главнокомандования фактически берет на себя реальное управление, при этом не отвечая за него формально. Ну, тут, видимо, сказался сам характер, Два Захарчича, который был действительно очень таким активным товарищем. А с другой стороны, у него был такой же точный опыт по финской кампании 1939-1940 годов. Та же самая ситуация. Тоже в качестве представителя ставки в 9-й армии Мехлис делает абсолютно то же самое. Но там, собственно, немножко другая была ситуация вообще, да, там не было такого поражения. А здесь, безусловно, вот эти вот дрязги, видимо, среди, так сказать, командования на фронте, с одной стороны, а с другой стороны, в каком-то смысле, подавление. Этого командования. Этого командования со стороны Мехлиса. Ведь, понимаете, Крымский фронт оказался, как ни странно, подчиненный аж целым трем структурам. Ну, во-первых, это прежде всего ставка, конечно. Ну, да. С другой стороны, это главное командование северо-кавказского направления в главе с Будем. И плюс еще товарищ Мехлис. Да. Понятно, что командующий фронтом генерал Козлов, ну, видимо, старался ни с кем особо, так сказать... Не конфликтовать. Да, не конфликтовать. И в итоге это обернулось тем, что на него же, кстати, Мехлис попытался свалить поражение войск фронта. На что, кстати сказать, Сталин ему совершенно справедливо отметил, что, дорогой товарищ, вы там действуете в качестве представителя ставки, так и будьте любезны помогать командованию, а не писать на него, что называется, донос. Ну, да. Но, конечно, все это было, как мы понимаем с вами, уже поздно. Катастрофа уже произошла, и в этом смысле, конечно, вопрос о том, как, кому и что именно подчинять, он, на самом деле, к сожалению, решается, видимо, только опытом. Ну, да. С другой стороны, это и... Опыт сына ошибок в трудах. Да, ну, к сожалению, да. С другой стороны, это и проблема вообще, так сказать, общей подготовки советских вооруженных сил. Понятное дело, что при тех потерях, которые несли советские войска, обученность, мягко скажем, не возрастала. Ну, да. Пропорция, которой хотелось бы. И, как мы уже с вами говорили, вот эти вот бесцельные атаки в течение, так сказать, весны 42-го года, они, видимо, создали достаточно такой сложный психологический настрой войсков. И понятно, что когда оборона рухнула и, естественно, началась паника, как это обычно бывает, все это вот связалось с такой вот клубок, который в итоге, так сказать, и обернулся, да, всем этим, всей этой катастрофой. — Михаил, вот пенсионер Сергей Фёдоров из Москвы спрашивает. От очевидцев знаю, что фатальную роль в гибели десанта сыграл Горшков. Какова, по-вашему, его роль в провале? И почему Сталин не привлёк его к ответственности? Вот что вы думаете по поводу роли Горшкова? — Вы знаете, я не думаю, что здесь надо обсуждать роль именно Горшкова конкретно. Здесь, пожалуй, встаёт вообще вопрос, а почему, собственно, Черноморский флот фактически никак не отметился вот в этой вот операции мая 42-го года? Флота фактически как будто и не было. При том, что на Черном море, в общем-то, ничего, так сказать, очень серьёзного против нас, да, не плавало. Понятное дело, что командование во главе с адмиралом Октябрьским старалось, так сказать, не подставлять корабли под авиацию немцев. Это можно понять. Но, с другой стороны, вот тот же самый прорыв Манштейна вдоль берега. Прекрасная мишень, так сказать, для крупной корабельной артиллерии, которая, видимо, могла бы внести свой вклад, да, в том, чтобы, так сказать, попытаться сорвать этот немецкий прорыв. Но, к сожалению, ничего не было. И Ставка, кстати, насколько мы можем судить, как-то вот никак не отреагировала вообще на это. То есть флота нет, но и не надо. Во всяком случае, по сравнению с зимой 42-го года, когда флот активно высаживал вот эти вот, мягко скажем, безнадёжные десанты практически по побережью всего Крыма, конечно, это здорово контрастировало. И однозначного ответа мы здесь, видимо, вряд ли сами сейчас это получим, что называется. Тем более, что зимой это было намного сложнее. Да, конечно. Погода неблагоприятствовала. А в мае месяце Крым это, в общем-то, идеальное место для ведения. Да, казалось бы, конечно, наоборот, нужно было. Но, с другой стороны, видимо, опять же, мы вынуждены с вами констатировать, что неготовность к проведению оборонительных операций обернулась обычной, к сожалению, несогласованностью. А когда всё это произошло, собственно, ну что, 12 дней, это, в общем-то, не так уж и много, что называется. Да, очень быстро. К сожалению, да. Видимо, уже было поздно, опять же, так сказать, кто-то не успел, не подумал и так далее, и так далее. И дальше флот решает проблему совершенно другую, проблему обеспечения Севастополя. Вот здесь пришлось флот поплавать. Потому что деваться было некуда, Манштейн получил свободу рук, и, естественно, как мы с вами знаем, 4 июля 42-го года Севастополь был оставлен советскими войсками. Ну, до этого мы дойдём в следующий. Так, у нас осталось немного времени, чтобы ответить на звонки радиослушателей. Давайте послушаем, кто и чего у нас будет спрашивать. Есть звонки? Слушаем вас. Алло, добрый вечер, Константин Ищов. Добрый вечер, Константин, до свидания. Это наш извечный персонаж. Слушаю. Здравствуйте, Ирина Москва. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а можно сделать некоторые добавления? По поводу? Феодосийско-Керченского десанта. Да. Во-первых, вот я хочу сказать, что там спрашивали о памятнике. Стоит прекрасный памятник Феодосии. Вот, кто будет в Крыму обязательно посетить. Во-вторых, помимо того, что высаживались в порту, в самом центре Феодосийского залива, недалеко от берега, стоял корабль. Из него матросы в лодках, а зачастую вплавь, добирались до берега. И я также рекомендую по Ситискровеческий музей. Наиболее сильное впечатление, это вот винтовка, поднятая со дна залива, образца 1890-го какого-то года. Первым штуком. Это гнетущее впечатление. Вот с таким оружием солдаты, матросы вернее, бросались в плавь и освобождали город. И вот мне хотелось бы сказать, что он был освобожден вот именно благодаря героизму и мужеству простых моряков. Да вот он-то никто не сомневается, конечно. Есть еще звонки? Слушаю вас. Алло. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел вас узнать, когда был выброшен Терчинский десант, планировался ли на встречу ему деблотирующий удар из Севастопольского гарнизона? Нет. Нет, из Севастопольского он даже и не мог планироваться очень далеко. Ну да, и там Монштейн был. Нет, нет, просто нечем. Ну да. Зачем? Слушаем, есть еще звонки? Слушаем вас. Алло. 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 Да. Если можно, отойдите от радиоприемника, а то эхо. Да, слушаем вас. Владимир говорит. Да, здравствуйте, Владимир. По поводу вам в предыдущей передаче один задал вопрос. Почему Харьков сдали, а военные начальники принаграды? Да, и что? Дело в том, что после сдачи Харькова... Алло. ...за того, после... Ирчи две недели траур, по позитивам, произошло. Работала адская машина. А потом она сработала еще через реку Истра. А потом вы почему-то говорите сейчас о Куннике. А вообще мы говорили о Керченской операции в целом. Спасибо. Есть еще звонки? Слушаем вас. Алло. Да, слушаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Представьтесь. Владимир, город Твиль. Здравствуйте, Владимир. Я бы хотел вообще вот насчет Мехлиса как бы поаккуратнее. Я тут недавно прочитал много архивных документов, где сказано, что Мехлис просто забросал просьбами Октябрьского о помощи флота. Но дело в том, что любой эсминец уничтожил бы немецкий десант просто, ну, мгновенно. Естественно. Видимо, Октябрьский боялся за свою задницу. Почему его за это не наказали? Ясно. Спасибо. Но еще один вопрос. Как бы вы не отметите, неоднократно в меморах отмечается удар в спину армии со стороны местного крымского населения. Вот. Крымские татары как бы в полном составе перешли на службу к немцам. Вот об этом. Ясно. Спасибо. Ну, вот прямо взяли и в полном составе перешли на службу немцам. Один крымский татарин, которого звали Аметхан Султан, сбил, по-моему, порядка сорока немецких самолетов, к слову сказать. Как бы подобного рода делать выводы, ну, я бы сказал... Ну, это в любом случае отдельный разговор, Александр. Во-первых, отдельный разговор, да. Во-вторых, это, ну, скажем, мягко не политкорректно. Вот спрашивает у нас человек по имени Алексей из Санкт-Петербурга, какие потери понесли в этой операции немцы. Есть какая-то статистика, Михаил? По немецким данным есть только материалы убитых, семь тысяч пятьсот восемьдесят восемь человек. Семьсот семь тысяч? Нет. Семь тысяч пятьсот восемьдесят восемь человек потеряли немцы убитыми. Семь тысяч семьсот... Да. Ну, около восьмдесят восемьдесят... По раненым и пропавшим без вести данных нет. По румынам нет вообще никаких данных. То есть против нашего полумиллиона они потеряли... Нет, подождите, но это только в этой операции, Дмитрий. Ну, зачем? Против ста семидесяти шести тысяч. Против ста семидесяти шести тысяч. Да, тысяч с небольшим. Против ста семидесяти шести тысяч. Ну, что тоже, в общем-то, неприятно. Да, как мы говорили, в общей сложности вместе с пленными потери составили 496 тысяч человек за весь период, начиная с декабря. Да. Да. Ну, как бы вот такая печальная статистика. А сейчас, по традиции, у нас эпизод из сериала Елены Сьяновой. Мы с вами прощаемся. До следующего понедельника. Спасибо. До свидания. Цена победы. К зиме 1922 года Германия могла похвастаться своеобразным рекордом, наличием около трех сотен политических партий. Три, пять, семь человек сходились в пивной или ночном клубе, ругали всех подряд, сходились на отрицание всего сущего и ненависти к чему-то конкретному, например, к Вальтеру Ратенау, французским банкирам или комиссии по репарациям. Затем решали проблему с названием. Все стремились жонглировать одними и теми же словами – патриотизм, социализм, нация, демократ, свобода, рабочее, единство. Но поскольку число комбинаций тут конечно, то и возникали периодически такие, к примеру, названия, как «баварские львы» или «партия сексуальной нетерпимости». Любопытно, что в уставе в этой нетерпимости первым пунктом стоял бойкот французских товаров, а четвертым – террор в отношении чиновников, ответственных за выполнение условий комиссии по репарациям. Когда 26 декабря правительство официально объявило об отказе от выплат, несколько десятков партий подобного рода благополучно рассыпалось. Конечно, среди всего этого партийного мусора НСДП стояла неколебимо. Вот только фигурировала она пока не как политическая единица, а в пакете общих патриотических сил. Это было обидно. Через полвека, отбывая пожизненное заключение в тюрьме Шпандау, ГЭС напишет о зиме 1922 года. Мы уже имели свое лицо, и мы стремились показать его обществу. Но мы были молоды, и мы торопились. Так он напишет в 1972. А тогда главные стратеги партии, сам ГЭС, Розенберг, Рэм, Вальтердаре, Геринг, предложили Гитлеру задачу дня, которая была сформулирована так. Они должны о нас помнить. Формулировку дал вступивший только что в ноябре школьный учитель из Нюрнберга по имени Юлиус Штрайхер. До этого он уже побывал в нескольких партиях, и в НСДП пришел со скандалом, настроив против себя все руководство. Со исключением Гитлера, который сам, будучи актером по призванию, очень ценил в соратниках выраженное амплуа. Например, ГЭСа он, шутку, конечно, называл стеной плача, Розенберг был теоретик, Рэм – храбрый солдат, Геринг – представительское лицо. Ну а Штрайхера с первого дня записали в штатные антисемиты. Вообще все, вступающие в НСДП, как, впрочем, и в любую партию, делились на вступающих молча и вступающих с предложением. Предложение Штрайхера было такое. Каждый месяц силами в основном партийные молодежи проводить, цитирую, трехдневки пощечин, декады плевков и фестивали молотых челюстей. Партийная хроника Рудольфа ГЭСа стыдливо умалчивает о том, как воплощались эти задачи дня. Но есть и другие хроники. Например, также стыдливо замалчиваемые историками хроника университета города Мюнхена зимы 22-го года. 27 декабря студент-первокурсник Н при выходе из аудитории дал пощечину преподавателю М. При разбирательстве этого эпизода Н заявил, что является членом Национал-социалистической рабочей партии, и его поступок это акт. Уже на следующий день ошарашенное руководство университета снова вынуждено было разбираться с аналогичными актами студентов А, Б и В. На третий день студентов Г, Д и Е, а на четвертый разбираться стало уже поздно, потому что университет охватила какая-то эпидемия. Студенты первого и второго курса вдруг начали энергично плеваться. Плевали молча под ноги преподавателям-евреям и тем, кого считали евреями. Преподаватели же вели себя по-разному. Например, профессор К объяснил студенту Л, что он не еврей, и плюнувший Л перед профессором публично извинился. А вот профессор Р, взглянув на плевок на своем ботинке, молча взял студента С за шиворот, выволок на улицу и уложил лицом в грязный снег. Последовало несколько исключений, но в общем университет, что называется, решил не выносить ссоры из избы. Мюнхен, веселый Мюнхен, культурная столица Германии, вдруг такое. Повторяю, в партийных хрониках ГЭСа о плевках и пощечинах ничего впрямую не сказано. Но 30 декабря появляется такая запись. Любое действие, попирающее общественную мораль, вываливающееся за рамки правил и норм, есть художественный акт. И дальше. Политическая борьба есть художественное творчество. И мы это докажем. Если дополнить эту запись несколькими письмами ГЭСа сестре в Александрию, в которых он рассуждает об объединении художников под названием «Дада» и их знаменитой выставки 19-го года, где Мона Лиза появилась с бородой и усами. А еще раньше выставлялись, например, колесо велосипеда на подставке и перевернутый писсуар. То все становится на свои места. И тогда плевок на ботинок профессора-еврея можно рассматривать как художественный акт. Вот такими актами НСДАП и собиралась активно заниматься в новом 1923 году. Не забудем еще о фестивалях молотых челюстей. Однако наставники и мастера сочли партию, пригодной уже для целого перформанса. И в январе 1920 года фронике ГЭСа впервые появляются слова «Национальный баварский переворот» со штаб-квартирой в веселом Мюнхене. Цена Победы Цена Победы По понедельникам после 23 часов Прошлое ясней, ясней, ясней